МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЮЗ САДОВОДОВ УДМОРТИЯ Союз Садоводов Удмортия открыл клуб выходного дня садовода-любителя. Не спи зимой, успей узнать, как вырастить богатый урожай и иметь замечательный участок без особых усилий. Со 2 декабря и каждое воскресенье с 10 часов приходите к нам по адресу. Город Ижевск, улица Песочная, 32. Телефоны на экране. Темы занятий – природное земледелие, современное цветоводство, системы капельного полива, виноградарство и многое-многое другое. Здравствуйте! Декабрь так и тянет отдохнуть от себя где-нибудь в тёплых краях. Представляете, море, песок, пальмы, тропические фрукты. А вот чтобы попробовать экзотические овощи батат, не надо отправляться за 3-9 земель. В отделе интродукции и акклиматизации растений учёные вырастили отличный урожай сладкого картофеля. Александр Владимирович Фёдоров выращивает любительский с 95-го года. То есть здесь клубень приставлен небольшой. Удаётся получить клубни весом до килограмма. Здесь у него жёлтый, да, с такими оранжевыми прожилками. И даже есть как небольшое кольцо фиолетовое. Батат – новая для нашего региона культура. И уникальность этого растения и продукта заключается в том, что растения и клубни батата экологичны. С точки зрения экологической чистоты, экологической безопасности и полезности для здоровья это уникальное растение. Дело в том, что у этого нового растения в нашем регионе отсутствуют болезни и вредители. И, следовательно, отсутствует необходимость применения пестицидов и других средств борьбы для защиты растения. Поэтому растения и сами клубни батата, они свободны от любых пестицидов и в то же время богаты минеральными веществами, витаминами группы В. Поэтому это растение, можно с уверенностью сказать, функциональное питание для человека. 16 сортов батата прошли испытания. Среди них фиолетовый сочи, белый, НБС, Победа, Любительский, Джевел, Баюбел, Бетти, Боригард и другие. Цвет клубней бывает различен, практически все цвета радуги. Цвет мякоти также различен. Есть сорта с фиолетовым мякотью, есть с белой, есть с красной, с оранжевой. Сейчас мы посмотрим, какие у нас здесь представлены. Вот у нас представлен сорт фиолетовый, он получен нами из Краснодарского края. Большая география от Кубани до Сибири. Большая кропотливая работа по сбору сортообразцов и их интродукции. Работу по выращиванию батата высоко оценили ученые других областей на нынешнем форуме ботаников. В процессе работы не обходилось и без курьезов. Это теперь Денис с улыбкой рассказывает о том, как родные в селтах не оценили вкус сырого батата. Я приезжаю, говорю, а где там батата? Они говорят, а кролики съели. Я говорю, а как, я же сказал, оставьте там. А написано в интернете, что сыры можно есть. Мы попробовали, гадость, кролики съели. А там были клубни, вот такие вот, три штуки в 10-литровое ведро влазят и все. Я так жалел, думаю, ёпт, что это такое? С сырыми. А кролики вам понравились? Кролики едят замечательно. Это скотина ест на ура. Коза, козы вот это в вареном виде предпочитают. Вареный он слаще. Все выращенные образцы сорта батата мы, я запек в духовке. Запекать лучше на пекарской бумаге, так как сахара в батате очень много. Если просто на противне, то выделившийся сахар начинает пригорать. То есть настолько слабкий, что даже пригорает. Да, то есть происходит процесс карамелизирования. Ответать батат на вкус были приглашены и сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра. Итог оценочного опробования. Фиолетовые и бело-желтые сорта менее сладки. Подобрав себе наиболее понравившиеся по вкусу, все сортообразцы полезные, вкусные. Каждый имеет свои особенности, как по цвету, так и по вкусу. Также выбирать стоит те образцы, которые имеют в наших условиях наибольшую урожайность. У нас они показали, это у нас любительский, белый НБС, победа 100. Кстати, батат, называемый сладким картофелем, таковым не является. И относится к семейству вьюнковых. Вообще в мире флоры много родственников, казалось бы, не имеющих ничего общего. Свекла из аксаул, из семейства маревых. Или клещевина, из которой делают касторку. И бонцетти, рождественская звезда, из молочайных. Вот именно с представителем молочайных мы продолжим знакомство в ботаническом саду Утгу. На кактусы очень похожи молочаи. Вот молочаи, большей частью суккулентные растения Африки, то есть тропики Старого Света. Их можно спутать с кактусами. Ну, посмотрите, вот, например, этот молочай каучуконосный в форме резинифера. Он практически повторяет цереус. Те же самые грани, ребра по стеблю. Вот они, иглы. Есть видоизмененные листья. Вот, или, ну, к примеру, молочай миллиф или блестящий, который очень похож на перескевые кактусы. Настоящие листья и иголки, как выросты коры. Вот. В отличие от кактусов, молочаи дают млечный сок. Недрежешь, и растение начинает плакать. Вот этот млечный сок большинства молочаев смертельный давит. Поэтому, если вы дома на окошке разводите молочаи, смотрите, чтобы кошечка не съела, чтобы ребенок случайно не потянул в рот. Вот. У меня был случай, когда одна знакомая, которую я подарил, молочай Тиру Кали, очень красивый, с мясистыми, вальковатыми стеблями. Вот. Она его надрезала, смотрит, а из него потек млечный сок. Она подумала, вот молочко взяла и лизнула. Вот. На языке волдырь, как от химического ожога. Это очень опасно пробовать на вкус молочаи. Большинство ядовитые. Правда, говорят, что в Африке один молочай есть, который съедобен. Его даже, так сказать, дует и используют как молоко. Вот. Но среди наших молочаев, которые растут в комнатах, я ни разу не видел такого полезного. Вот. Некоторые молочаи, как, например, близкий родственник молочая, педилянтус, вот, с полосатыми листьями, с белыми и розовыми краями, вот. Он очень декоративен. Очень интересный молочай беложилковый. Вот он. Растение флоры Мадагаскара. Суккулентный стебель, ребристый. И мощные, хорошо развитые листья. В отличие от кактусов, у молочаев цветки мелкие и невзрачные. Вот, посмотрите, как правило, молочаи цветут незаметно. Вот, например, вот это растение сейчас находится в полном цвету. У молочаев интересная особенность. Цветки мелкие и собраны в особые соцветия – кузовки. Когда несколько мужских цветков имитируют тычинки, а пестичный цветок в серединке имитирует пестик. Кажется, что это один цветок, на самом деле это целый кузовок цветков, целые соцветия. А вот, посмотрите, молочай крупнорогий. Вот он. И он сейчас находится в состоянии цветения. То, что нам кажется отдельным цветком молочая крупнорогого, это на самом деле кузовок соцветия из многих цветков. По краю много маленьких тычиночных цветков, а в центре один пестичный цветок. Вот этот желтый – это не цветок, это кузовок цветков. Для меня открытие дня, я думала, что это кактус. Это молочай, молочай крупнорогий. Молочай трёхгранный, очень красив, в комнатной культуре, очень лёгок. И когда выращиваешь дома, он может легко вырасти до потолка деревом. Вот, очень неприхотливое создание. Цветёт мелкими, невзрачными кузовками. Вот, растение, которое имитирует треугольный кактус. Молочайная кодиум, пуансеттия, акалифа – очень любимы цветоводами. За декоративность при минимуме уходов. Здесь у нас руэли прекрасная. Она действительно вот такая красивая, прекрасная. И её хочется, чтобы было побольше, размножить. И вот мы видим, что она дала хорошие нам отросточки, которые можно сейчас как раз заготовить на черенки. С верхней части берём, отрезаем череночек. Вот ещё можно этот тоже взять. Нижнюю часть мы, естественно, убираем, вот эти листочки. Это можно укоротить. Чтобы меньше было испарения, растению было легче укорениться. И мы сейчас их поставим на выдержку где-то полторы-двое суток. Для того, чтобы у нас пошло корнеобразование, мы поставим в раствор воды с органическим удобрением. Ферментированное удобрение напитает черенок энергии роста. Растение даст сильную корневую систему и обеспечит роскошное цветение. Они у нас постоят в этом растворе. А дальше мы уже их перенесём в простую воду до того, как у них появятся корешки. Будет расти руэли, не сомневаемся. Будет прекрасной, как, впрочем, и все зелёные подопечные Надежды Михауны. Ведь она, словно заботливая мама, вовремя даст и поесть, и попить. А это всё на сегодня. Увидимся через неделю. Переживи три месяца зимы, а четвёртый получишь в подарок. Ловите удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...